За рулем сейлки Алексей проводит 14 часов в сутки. Сельхозпредприятие Комсомольское, он работает много лет и не помнит такой весны, как в этом году. Из-за высокой влажности и постоянно мокрой земли, аграрии смогли поработать только 7 дней за весь май. По всем срокам весенний полевой посев в край уже должен был подойти к концу. Но крестьяне засеяли лишь 70% полей. Это более 3 миллионов гектаров. 16 тысяч тракторов, более 6 тысяч грузовых автомобилей, 7 тысяч сейлок. Даже такая мощная полевая эскадрилья едва справляется с капризами природы. Приходится вылазить очень часто, чистить агрегаты рабочие, вот на сейлке, сошники. Все забивается соломой, с грязью. Это физически очень тяжело. По прошлому году вся зарплата в один месяц, вся посевная в один месяц вошла. И все это, ну, кучкой можно так сказать, вся зарплата. А в этом году растянется. Но я не думаю, что руководители нас обидят. В Алтайском крае 7 природно-климатических зон. Везде осадков выпало критически много. Аграрии говорят, что их ждет еще одна неприятность. Жара даст резкий всплеск сорняков и покроет почву коркой. Опасно в первую очередь на тех почвах, где низкое содержание гумуса. То есть эта почва превратится в цемент, и даже высеянные семена не смогут пробиться. Во время рабочей поездки в Павловский район Виктор Томенко принял решение ввести режим ЧС в регионе. Сегодня в правительстве назначено заседание. Есть необходимость, в первую очередь экономическая, экономического толка, необходимость ввести режим ЧС по краю для того, чтобы наших сельхозтоваропроизводителей поддержать, подстраховать. Мы можем предполагать, что, наверное, этот режим будет не так долго длиться, но будем за общей, так сказать, обстановкой следить. Вынужденная мера не предполагает выделения дополнительных средств из федерального и краевого бюджетов. Режим ЧС дает возможность избежать штрафов по отношению к товаропроизводителям, которые получили господдержку, но из-за погоды не смогли выполнить норму по количеству урожая. В таком случае средства господдержки можно не возвращать. Также возникает возможность пролонгировать банковские кредиты и получить кредиты на пассивную следующего года. Вынуждены менять где-то севобороты, где-то менять сорта, что сейчас нужно уже переходить на те культуры, которые более скороспелые. В принципе, по этим направлениям работаем. Аграрии надеются, что им удастся наверстать упущенные, засеять оставшийся миллион гектаров, если хотя бы на следующей неделе будет стоять хорошая погода. Ирина Корчегина, Николай Шилко. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok